Привет, друзья! Сегодня 21 февраля и посевы у нас дружно продолжаются. Сегодня я должна посеять лук-порей. Правда, я уже, честно говоря, его посеяла предварительно. Но занимаемся сегодня именно этими работами. И сельдерей, это может быть черешковый или корневой. Про посев лука-порей на рассаду ничего вам говорить не буду. Буквально на днях только выходил ролик, как я сеяла лук на репку. Вот все у нас только одинаково, что никаких разниц нет. Единственное, дальше, это на будущее, когда будет уже вырасти наша рассада, стрижки лука-порей, вот такие, как обычному луку, не нужны. Максимум 1-2 стрижечки. И то это только если совсем уже у вас там перышки заваливаются. Но, как правило, перо у него со временем становится такой плоское, как листочек. И они прекрасно держатся. И до высадки на грядку ничего с ними делать не нужно. Почему-то я не сею порей вместе с обычным репчатым луком. Но так как у него сроки все-таки немножечко отличаются. Например, вот для среднеспелых сортов после 20 февраля самое идеальное время. Для раннеспелых сортов можно сеять в начале марта. Но даже если вы немножечко задержитесь, страшного ничего нет. Ведь лук-порей это та культура, которой мы ее практически последнюю убираем с грядки. Потому что даже если когда уже холодает, вот у нас там в сентябре, в октябре, он отлично переносит легкие заброски. Поэтому не спешите, если не успели вовремя, не расстраивайтесь. Все в ваших руках. Дальше, значит, что касается сельдерея. Сельдерей корневой, черешковый мы выращиваем только через рассаду. Но все-таки у нас довольно-таки короткое лето. И прямым посевом в грунт таких семян мы с вами потом ни корнеплоды, ни черешки не получим. А вот листовой сельдерей можно будет посеять непосредственно сразу в грунт, как только у нас сойдет снег и земля немножечко прогреется. А семена у корневого сельдерея и у черешкового тоже, они считаются туго всхожими. Они пропитаны эфирными маслами как раз конкретно для того, чтобы семена предвредно не проросли. А нам надо с вами получить дружные быстрые всходы. Поэтому такие семена сухими я вам сеять не советую. Не то что сухими, не обработанными. Предварительно их стоит подготовить. Есть много способов. Я не знаю, чем угодно пользуетесь. Водка, перекись водорода, ну кто чем. Я обычно пользуюсь обычной водой. Я в прошлом году показывала, сейчас просто коротко расскажу. Беру воду температуру 60-70 градусов, горячая довольно-таки вода. И в мисочку наливаю, вторую миску беру с ледяной водой. И по очереди вот окунаем, делаю такой барливый мешочек с семенами. Окунаем то в горячую воду, то в холодную. И так несколько раз. Тем самым мы смываем и эфирные масла, и растения получают сигнал к тому, что им пора просыпаться. После этого мы их слегка просушиваем и сеем. Семена очень мелкие. Поштучно разложить, но это, я не знаю, это, по-моему, титанический труд. Поэтому опять передвигаем к помощи. Это может быть песок. Перемешиваем семена с песочком и поверхностно рассыпаем по грунту. Либо снег, тоже отличный вариант. Так как, еще раз повторюсь, семена очень мелкие, Поэтому пассивы производим поверхностно. Я знаю, что даже на некоторых упаковках пишут, что сеются семена на глубину полсантиметра. Ничего подобного. Не дождетесь вы всходу. Все поверхностно. Заполнили емкость. Причем берем сначала небольшой, обычный маленький лоточек такой. Заполняем грунтом, как всегда, готовым, который у вас готов для рассады. Уплотняем его слегка. Если вы будете сеять семена с помощью песка, то, конечно, грунт предварительно надо увлажнить. Поверхность выравниваем, чтобы семена у нас потом взошли все одновременно, находились там на одинаковой высоте. Если мы с вами будем сеять с помощью снега, то грунт предварительно увлажнять не надо. Потому что за счет того, что когда снег начнет таять, у нас грунт пропитается вот именно вот этой талой водичкой. И раскладываем семена на расстоянии. Ну, конечно, я говорю, разложить так очень сложно, но стараемся хотя бы, чтобы семечка в семечко не прилипала, иначе потом будет очень сложно нам их пикировать. Ну, собственно, сейчас вот я буду сеять как раз на снег и вам покажу. Раскладываю снег. Слой снега должен быть буквально пару сантиметров, больше и не надо. Можно вот так вот рукой его приминать. Но его надо слегка утрамбовать и выровнять, чтобы опять же нам ровно разложить семена. Ну, вот так вот разложили бы снег, подровняли его, слегка уплотнили. И берем семена. Можно взять просто вот так вот их присыпать. А можно вообще, друзья, сделать еще проще. Прямо вот пальцем берем. Они, видите, сюда отлично прилипают. И вот так вот как бы размазываем их по снегу. Периодически заодно вот их распределяем между собой, чтобы они ровненько у нас легли. Вот не старайтесь вот когда вот их раскладывать прям вот помногу, потому что все-таки действительно здесь и так их огромное количество. Вот так вот распределяем их. Просто потом будет легче пикировать. Вот все, вот видите, вот весь посев, собственно, произошел. Дальше берем крышку. Как всегда, закрываем лоточек. И ставим на светлое место. Вот я вас предупреждаю. Именно на светлом месте они быстро, хорошо у нас дружно взойдут. Температура 21-23 градуса. Вполне достаточно. При появлении всходов крышечку мы сразу не снимаем. Но это как вот у всех мелкопыльных семян. Вот как у нас с вами петуни, лобели выращиваем или землянику. А просто периодически проветриваем. И где-то через недельку наши всходы окрепнут. И уже крышку можно снимать снова. Выращивается на обычном окне при обычном дневном свете. Дополнительной подсветки можете даже и не устанавливать. Температура комнатная 20-21, ну максимум 23 градуса. Как появится только парочку настоящих листочков. Раньше просто не советую, потому что они очень мелкие все-таки эти растенецы сначала. Вот тогда производим уже пикировку в отдельные стаканчики. Если вы хотите сразу без пикировки выращивать, то тогда сразу берите отдельный стаканчик. Но, конечно, друзья, небольшой, совсем маленький. Потому что уже сколько раз объясняла, что вот такое мелкое семечко, допустим, посеять стакан пол-литра, это слишком много. Ну, 100, ну максимум 200 миллилитров объема. И предварительно тогда просто прорастите эти семена. Они у вас будут тогда легко очень отличаться друг от друга. И прямо одно-две семечки посеяли в луночку. А потом просто более крепкий росточек оставите, а более слабенький на уровне грунта срежете. Дальнейший уход совершенно простой. 12-часовой световой день. Потом они дружно спят вместе со всей рассадой. И, кстати, вот что меня здесь, кажется, спрашивали во время выращивания сельдерея на грядке. Чем бы его подкармливать? Сельдерей прекрасно отзывается вообще практически на любые виды подкормок. Это может быть перегной, это может быть компост, это может быть зола. Вот любые подкормки, вот где есть азот, фосфор, калий, для него просто отлично. Ну, а дальше уже летом, ну, как обычно, периодически правильные поливы. А ближе к осени уже для того, чтобы, если вы хотите, вот, ну, про черешковую я говорю, получить более такие белые черешки, мы их будем отбеливать по принципу, как и лук-порей. Так что, друзья, сеем, не забываем. До новых встреч и всем пока!